Привет всем! Сегодня я расскажу, можно ли джунгарика морковку, а также другие красные, оранжевые, овощи, ягоды и фрукты. Этот вопрос всегда меня не беспокоил, и я часто встречала информацию о том, что карликовые хомяки склонны к диабету. Четкой информации в интернете я так и не нашла, только видео других блогеров, посты в разных группах. Мне всегда казалось, что это весьма сомнительная информация и высосана практически из пальца, как говорится, детьми, которые услышали где-то, что карлики диабетики, и попробовала морковку на вкус, поняла, что она сладкая, сделали вывод, что ага, сладкие овощи, фрукты нельзя, потому что в них есть сахар, и тогда это опасно для хомяков, для карликов. В итоге как бы я не принимала ни одну сторону, ни вторую, но лишний раз я не давала ничего такого, то есть есть много продуктов, которые можно давать, кроме тех, которые якобы запрещенные. То есть не зная точно, я предпочитала не давать, чем давать, скажем так. Но после выхода на канале Хомки видео «Можно ли джунгариком морковку?» Лену завалили негативными комментариями, а меня вопросами. Как вы к этому относитесь? Виктория, вы видели видео Елены? Как вы к этому относитесь? В это же время я вела переговоры с производителем кормов. Корм, который я покупаю всегда для своих попугаев. Он очень качественный, классный, там ответственные производители. Я с ними вела переговоры насчет того, что я хочу их рекламировать, потому что действительно они хороший корм выпускают, качественный, чистые зерна. Ну, короче, классный и недорогой по сравнению с тем же «Престижем» и другими элитными кормами. А состав там ничем не хуже. Проверено временем, все заводчики ним кормят и так далее. Мне этот производитель стал интересен, и я подумала, что я бы могла с ними сотрудничать. Но когда мы разговаривали, я также начала спрашивать, есть ли у них корма для карликовых хомяков, для хомяков вообще для грызунов. Тогда мне сказали, что корма есть только для шаншил, для крыс, для дегу, по-моему. Но для карликовых именно и таких, и сирийских хомяков они не выпускают. И я им предложила заняться этим вопросом вплотную, потому что на данный момент, как я объяснила, нет на рынке хорошего корма для карликовых хомяков, который не надо было бы ничего добавлять или ничего из него вынимать. Из каждого корма нужно то ли что-то вытащить, то ли что-то добавить, потому что что-то там не хватает. И производители, в общем-то, заинтересовались этим моментом, потому что, естественно, если будет идеальный корм, то его будут все покупать, и это будет всем выгодно и покупателям, и производителям. Нужно было теперь точно выяснить состав, что же должно входить в этот корм. К этому вопросу нужно подойти очень серьезно, ответственно. Ну и мы дружненько всем этим занялись, и производители, и я, в свою очередь, пообещала им помочь найти заводчиков, которые реально разводят этих хомяков годами, которые знают точно, ну как бы они не участвуют в этих всех дебатах в комментариях под видео, и мне когда этим заниматься, но они знают все нюансы питания и рациона хомяков, разных причем. И вот я вспомнила, что у меня есть в друзьях заводчица, которая мне предлагала забрать ее хомячка, которая была похожа очень на Джесси. Она живет в Москве и занимается карликовыми именно хомяками, джунгариками. Вот, я ей задала этот вопрос. У нее сайт есть свой, у нее там на серьезных форумах участвуют, на выставках. Человек очень такой известный, скажем, среди заводчиков. И я ей задала вопрос, можно ли джунгарикам, правда ли, что они склонны к диабету, и можно ли им вот такие вот красные и оранжевые овощи, фрукты и так далее. На что мне эта заводчица, ее зовут Полина, ответила, что джунгарики не склонны к диабету, склонны к диабету Кэмпбеллы. То есть, говорит, и люди очень часто путают этот момент. У Кэмпбеллов есть такая проблема, у джунгариков такой проблемы нет. И я себе расслабилась, и всем написала пост, что, ребята, джунгариков можно морковку, можно овощи и фрукты. Потом мне начали комментировать, вот вы ошибаетесь, ваша заводчица ничего не понимает, карлики могут между собой скрещиваться, и Кэмпбеллы могут скрещиваться с джунгариками. В итоге получаются гибриды, у которых есть ген склонности к диабету, и они тоже таким образом склонны к диабету. Я опять возвращаюсь к этой заводчице, к Полине, и говорю, так и так, вот что пишут. Она говорит, ну, я-то говорю о джунгарских хомяках, о своих, которых у меня, я точно знаю из поколения поколения, какие там у меня виды хомяков и так далее. Да, джунгарики не склонны, но если это гибрид, то он будет склонен к диабету, если у него в генах есть ген от Кэмпбелла. Ага, говорю, хорошо, с чистокровными джунями понятно. А что с гибридами? Чем их кормить? Она мне дала ссылочку на форум Hamster.ru, сказала, что там все написано профессионалами, и этому источнику можно доверять. И дальше дают мне такую информацию. Хомячки Кэмпбелла питаются преимущественно с семенами, растений и насекомыми. Так как сахарный диабет наследственный, следует избегать сладкой пищи. В день хомяку требуется примерно чайная ложка сухого корма. И кроме того, немного свежего корма. И, конечно, всегда должен быть доступ к воде. Различные виды хомяков также имеют разные требования к диете. В то время, как китайские хомячки питаются, как и домашние мышки, смешанным кормом Арабаровского получают скорее скудную вегетарианскую пищу, джунгарские хомяки содержатся на готовой покупной смеси. Чисто кромно имеется в виду хомяки. Если вы хотите кормить хомяков Кэмпбелла готовой покупной смесью, то вы должны понимать, что они состоят из цельных зерен и семян, сладких ингредиентов и при этом содержат много протеина. На сегодняшний день нет подходящей на 100% диетической готовой смеси для хомячков Кэмпбелла в скобочках и гибридов. Владелец вынужден убирать сладкие ингредиенты, экструдаты, сухофрукты, сушеную морковь. Можно замешать смесь самостоятельно. Состав такой смеси будет выглядеть примерно так. 2 кг корма для средних попугаев. Наиболее подходящей является Big Para Cats Prestige от фирмы Versailles Lago. 500 г зерновой смеси, 300 г сушеных насекомых, 250 г корма для дегу или сухих трав и цветов, 250 г семян, трав и сорняков. В рацион обязательно должны быть включены травы и овощи, но не фрукты, из-за содержащейся в них фруктозы. Лучше использовать корнеплоды с низким содержанием сахара. Казнобородник, корень петрушки, сельдерея, рекомендуется также топинамбур, он снижает уровень глюкозы в крови. Кроме того, используются огурцы, кабачки, бобовые ростки и укроп. Красные овощи, перец, свекла, а также морковь содержат больше сахара, чем другие, и поэтому их необходимо исключить. Травы, ромашка, одуванчик, петрушка, базилик, можно собрать или купить в свежем виде. За магазины предлагают кошачьи травы, выращенные или подготовленные к выращиванию. Кроме того, также семена кормовой смеси можно прорастить, а затем дать животному. Также можно дать сушеные стебли одуванчика и сельдерея. Стоит уделять особое внимание диете карликового хомяка. Сахарный диабет является очень распространенным заболеванием среди карликовых хомячков Кэмпбелла и может быть как наследственным, так и спровоцированным неправильным питанием. Наследственный диабет проявляется между вторым и четвертым месяцем. Приобретенный диабет может появиться раньше или позже, даже после перехода на здоровое питание. То есть, если хомяк питался неправильно, потом его переводим на здоровое питание, и все равно может проявиться диабет. Хомячки Кэмпбелла, как правило, в дикой природе не болеют сахарным диабетом, так как они, как и дегу, происходят из районов, где не встречается пища, богатая сахаром. Симптомы прогрессирующей болезни часто видны при первом взгляде. Гиперактивные, повторяющиеся движения, копание углов, прыжки в углу, бег туда-сюда, расчесывание себя или вялость, похудение или ожирение, частое питье, увеличение суточного количества мочи, сладкий запах у мочи. В подозрительных случаях или просто в качестве меры предосторожности, болезнь можно выявить на ранней стадии путем исследования мочи с помощью тест-полосок. Кроме того, регулярные взвешивания и внимание при чистке клетки помогут выявить заболевание на раннем этапе. При сахарном диабете у хомяков нет никакого лечения. Лечение инсулином, как у человека, не представляется возможным. Лучше всего владельцам и заводчикам держать своих хомячков Кэмпбелла, будь они здоровыми или больными, всегда на диете. Большинство смесей являются углеводосодержащими и не удовлетворяют потребности карликовых хомяков Кэмпбелла в белке. Карликовых хомяков Кэмпбелла никогда нельзя кормить фруктами. Даже овощи следует ограничивать. Красные и желтые овощи особенно богаты углеводами, и поэтому их следует избегать. Зеленых и белых овощей не так уж и мало. Доля углеводов в них должна быть как можно более низкой. Содержание углевода в овощах можно узнать из таблиц гликемического индекса. Этим требованиям соответствуют, например, следующие продукты. Фенхель, сельдерей, корень петрушки, огурцы, козлобородник. Не знаю, что такое козлобородник. Кто знает, напишите в комментариях. Сельдерей, цукини. К сожалению, результаты сравнения очень часто показывают перекормом морковью и повышенным содержанием углеводов. Заводчикам важно помнить, животные должны регулярно проверяться на диабет и разводят их только в случае отрицательного результата. Кстати, данная статья применима не только к хомякам Кэмпбелла, но и к гибридам, а также к большинству джунгарских хомячков, так как гарантировать их стопроцентную видовую чистоту нельзя. И вот что пишет Полина еще. Одни мои друзья, очень ответственные товарищи. У них есть диабетики-хомячки Кэмпбелла. Так вот, они их держат по совету ротолога. На корме комплексный корм Versailles Lago Complete Chinchilla Degu. Это полноценное и вкусное питание для шиншиллы Degu, на 100% состоящее из легкоперевариваемых прессованных гранул. Ну и зеленые овощи и зелень дают и все, что разрешено. То есть они дают именно этот вот корм для шиншиллы Degu этой фирмы и плюс еще зеленые овощи, зелень и другие разрешенные для Кэмпбеллов продукты. И вот она пишет. Я лично заказывала в интернете в обычной человеческой аптеке, забирала тест полоски кетоглюк, определяются глюкоза и кетоны по моче хомок. Измерять так. Сажаете хомку в чистую емкость без наполнения, желательно после сна разбудите, сразу посадить и ждите, пока она пописает. И убираете хому, а в мочу опускаете тест полоску буквально на 10-15 секунд, затем кладете тест полоску горизонтальной, и через минуту-две будут видны значения глюкозы и кетонов по моче. По показаниям будет понятно, есть диабет или нет, и нужна ли диета, или все можно. Вот, я такую штуку уже заказала, мне она еще не пришла, но я уже заказала ее в интернете. Стоит оно, конечно, дорого, но для хомячка мне не жалко, и чтобы уже точно знать. Я с Леной тоже говорила на эту тему, то есть мы и про корма говорили, и про морковки, про эти все, потому что вопрос такой как бы актуальный. И Лена тоже такую информацию нашла. Лена сказала, что у нее чистокровные джунгарики, но все равно сказала, что купит, обязательно купит вот эти вот полосочки, эти тест-полоски, и тоже проверит своих всех джунгариков на предрасположенность к диабету. Ну, вернее, больные они диабетом или нет. В ближайших видео, когда мне придет эти тест-полосочки, я покажу вам, как это все проверить. Вы тоже сможете своих хомячков проверить. Я очень надеюсь, что это мое видео оказалось полезным. Я очень рада, что я для себя это все выяснила, потому что действительно вопрос такой вот висел в воздухе. У меня всегда были сомнения от того, что информация, в общем-то, из пальца высосана, и вы сами знаете, есть правдивая информация, есть неправдивая, или сильно искаженная. Поэтому я старалась ничего такого не давать на всякий случай, но до конца в это все равно не верила. Теперь я вот уже точно знаю, понимаю, во всем разобралась, и, надеюсь, помогла разобраться и многим из вас, мои подписчики, зрители. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, потому что в следующих видео я покажу, как я буду тест проводить над Эмми, и проверять, склонны мы к диабету или нет. Есть ли у нас проблемы с этим, можно ли нам морковку или нельзя. Но вы пока своим хомячкам лучше не давайте. А на этом все, с вами была Виктория, канал Jazz Life Pets. Всем пока, встретимся на YouTube.